всем привет вы на канале домашние питомцы и сегодня я бы с вами хотела поговорить о том что обязательно должно быть в клетке у крыс мой мальчик сейчас кушает корм он кушает little one и в общем то так приступим первым делом что я хочу сказать в клетке обязательно должна быть кормушечка и поилочка сейчас я вам покажу поилочку вот такая вот у нас она шариковая шариковые я не советую покупать вам если у вас чуткий сон есть не шариковые поилки вот потому что они порой гремят но не вообще всегда гремят когда крыски пьют и шариковые поилки они гремят также обязательным атрибутом является какой-то домик наличие домика крыс для крыс ребят что происходит с крыской у которого нет домика крыска испытывает постоянный хронический стресс крыска она должна спать в каком-то укрытии в каком-то убежище это очень важный атрибут в клетке если вы хотите как бы спокойного нормального адекватного крысенка обязательно ставьте крыски домик есть такие люди да удивительно но они есть которые специально не ставят домик якобы чтобы крыска была более ручной но она скорее у вас будет зашуганный и нервный они ручной и домик просто обязателен у нас это вот такой вот домика из панели mdf который мы самостоятельно соорудили для мэнни он очень большой ни в коем случае не приобретайте маленькие домики в которой крыска еле поместится лучше взять домик побольше у нас домик он прям вообще огромный мало того что мы не там помещается там у него даже еще место на еще одну крысу на еще одного такого же мы не и у нас еще вот гамак гамак я тоже крайне рекомендую крыска должна уединяться спать отдыхать где-то в защищенном месте где ей не будет угрожать никакая опасность вот так же в клетке я рекомендую тоже поставить лоточек то есть какой-то туалет у нас это вот такая вот тара так сказать но это необязательный атрибут как бы это если вы хотите чтобы ваша крыска ходила только в какой-то определенный определенный туалетный угол я своего мнения с детства когда у нас появился приучала ходить в туалет только сюда вот по большому писает крысы и везде вообще то есть я думаю что даже не пытается приучить крысу писать только в одном уголке у вас это не получится если получится то напишите в комментариях как вы это сделали потому что лично я сомневаюсь что это вообще возможно а ну еще конечно минеральный камень вот у нас висит такой вот камушек у крыс всю жизнь растут зубы им их нужно стачивать у нас висит вот на клетке камушек но он его не грызет мы не его вообще не ест собственно но он там все равно висит на всякий случай как я как он у меня стачивает зубы то есть если у вас крыска не грызет минеральный камень то вы можете ей покупать зерновые такие палочки они тоже вешаются на клетку и благодаря этим зерновым палочкам крыска стачивает зубы еще крыска немножко стачивает зубы об морковку то есть даете ей просто такой ну относительно большой кусочек морковки и она его грызет и тем самым немножечко стачивает зубки так что в принципе минеральные камни могут заменить зерновые палочки либо вы можете попробовать веточки деревьев которые продаются в зоомагазинах специально для крыс в общем еще что я рекомендую если у вас есть прусья на клетках то чем-нибудь их застелите я использую пеленки но некоторые крысы могут грызть пеленки и это не есть хорошо поэтому если ваша крыса грызет пеленочки то попробуйте заменить их чем-то другим но обязательно на пусть их должно быть что-то должно быть что-то потому что если будут просто голые прусья то крыска может травмировать лапки и со временем у нее появится на топ ну не натоптышей ночью не знаю налад какие-то такие что-то типа мозолей вот и они у нее потом будут болеть в общем это не хорошо поэтому обязательно застилайте прутья в общем то надеюсь информация которая я вам дала было полезно я надеюсь что вы что-то новенькое узнали любите крыс ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока